ЖИЗЬ ВОРОТ! ЖИЗЬ ВОРОТ! Антология Уркагана Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении вора в законе в Дагестане. Сотрудники Следственного управления Следственный комитет РФ по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении Роланда Гигичкори, говорится в пресс-релизе управления. Возбуждено уголовное дело в отношении Роланда Гигичкори, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По данным следствия, с 1985 года Гигичкори в преступной среде занимает высшее положение в преступной иерархии. Он причисляет себя к категории воров в законе, обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде, говорится в сообщении. По данным следствия, занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде, Гигичкори использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Республики Дагестан, чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации. В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого. Вор в законе Роланд Гигичкори «Шляпа». Когда холодным летом 1953 года, Мегрил Найо Гигичкори вернулся с колымских лагерей в родное село Цаиши совсем недалеко от райцентра Зугдиди в Западной Грузии, он искренне надеялся, что не только он вновь, но и его потомки никогда не услышат лай конвойных собак, звон ключей тюремщиков и грохот запираемых железных дверей. В лагере Найо числился в привилегированной группе блатных свои. В сталинские времена идеология воровского мира еще только формировалась. Термин «вор» в законе, обозначающий самую верхнюю ступеньку в иерархии, пока не появился в лексиконе, но грузин Гигичкори по нынешним понятиям считался настоящим вором. На свободе он отошел от воровской жизни, круто поменяв свою дальнейшую судьбу. В таком решении нет ничего постыдного. Это право вора завязать и стать обычным гражданином. Чуть позже таким же путем пойдет Джаба Эсилиани, другой грузинский вор в законе, а впоследствии знаменитый драматург и политик. Наё Гигичкори нашел второе призвание в милиции. Грузия – просто страна чудес. Впрочем, в Закавказской республике милиционеры и воры в законе всегда были самыми уважаемыми людьми. По свидетельствам односельчан, Гигичкори специализировался на карманиках, работающих в автобусах. Наё никак не мог представить, что станет первым камнем в строящемся здании семейной традиции, которая даст известность роду Гигичкори, как семейству, мужская часть которого в трех поколениях станет ворами в законе. История российского воровского мира подобных примеров пока не знает. Ближе всего к Гигичкори приблизились отец и сын Асатрины, Эдикт Белиский и Серега Осетрина-младший, но пополнение в семействе у них по причине нахождения обоих в заключении в ближайшее время не предвидится. Наё Гигичкори умер почтенным старейшиной в 1996 году. Его сыновья Роланд и Рауль тогда уже давно носили воровскую корону, а по двору дома в цаише бегал девятилетний внук, Руслан, которому суждено будет продолжить традицию. Роланд Гигичкори рано обзавелся лысиной на голове, что причиняло ему массу моральных неудобств. Свой комплекс он пытался компенсировать ношением широкополых фетровых шляп, за что получил соответствующее прозвище «шляпа». Первый свой срок он получил, едва достигнув совершеннолетия. В Подмосковье Роланд избил показавшегося ему дерзким мужчину, и за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, сопряженных с опасностью для жизни, был приговорен к пять и годам заключения. Следующие два срока ему дал уже Зугдитский суд. В 1985 году в Артачалькой тюрьме Тбилиси шесть грузинских воров в законе приняли шляпу в свою семью. На его счету уже было 10 лет неволи. Для Гоги Какашвили, Роланд Шляпа стал последним крестником. Через пару недель тяжело больной Гоги скончался в заключении от сердечного приступа. Другие отцы с разным интервалом времени последовали за ним, в основном, по причине осложнений хронических заболеваний. В живых теперь остался только Кима, Кварацхелия, давно не появлявшийся на родине, а постоянно проживающий в Словении. Брат Рауль, будучи младше Роланда на семь лет, вскоре догонит его, получив погоняло Рауль Зугдитский. С принятием имени больших неприятностей с законом у шляпы больше не возникало. Ему попросту везло. У него неоднократно находили гашиш, кокаин, героин и другие наркотики. Но дважды он попадал под амнистию, в другие разы ему удавалось убедить судей в своей невиновности. Факт остается фактом. Роланд крепко подсел на наркоту. Его примеру следовал во всем Рауль Зугдитский. В 2011 году он откинулся в колонии поселка Мурмаши Мурманской области от овердозы. Вероятно, именно увлечение дурью принесло первые неприятности шляпе в воровском мире. В 1990 году земляк-вор в законе Ромео Булия принял решение отлучить пристрастившегося к наркотикам коллегу. Через семь лет в Питере Ромео расстреляют из пистолета Макарова, но шляпа к тому времени снова станет убиенному братом. В 1992 году Роланду Гигичкори вернут ими, посчитав, что он осознал свои ошибки и исправился. Шляпа в Самаре. Много лет назад шляпа подружился с влиятельными мегрелами Гелой, Кардава и Дуяки Мзарелуа, и они стали неразлучны, как близнецы. Гела и Дуяки принадлежали к группировке деда Хасана, Усаян, и выполняли различные щекотливые поручения, за что получили прозвище «дедовские мегрелы». Шляпе, конечно же, наличие столь мощной дружеской поддержки только помогало. В 90-е годы он перебрался из Западной Грузии в Поволжье, в Самарскую область, где собралось многочисленное грузинское криминальное землячество. В Самаре грузинами контролировался рынок наркотиков, алкоголя и игорный бизнес. Именно тогда бичом для шляпы стала дурь. Его задерживали с ней в Жигулевске, Тольятти и Москве. Со временем самарская группировка грузинских воров в законе стала сжиматься, как шагренивая кожа, в основном за счет насильственных акций. В 2005 году на самого Роланда шляпу было произведено покушение, в результате которого погиб его зять Давид Лазария. Конкуренты медленно, но верно выжимали грузин из Самары. Роланд не стал больше рисковать своей жизнью и через три года перебрался в столицу, где обзавелся комплектом фальшивых документов. Долго скрываться в безвестности ему не пришлось. При очередном рейде милиции по злачным местам шляпу вывели на чистую воду и дали штраф в 5000 рублей. По собственному паспорту его местом жительства до сих пор является город Кизляр в Дагестане, известный производством неплохого коньяка. Крестники под вопросом. Вместе с дедовскими мигрелами, Роланд Гигичкори регулярно принимал участие в штамповке громких титулов для идеологических сторонников деда Хасана. Всего за ним числится 15 крестников, среди которых конечно же значатся грузины, а еще езиды, ингуши, русские, осетины и азербайджанцы. По воровским понятиям национальность не имеет абсолютно никакого значения. Лишь бы человек был хороший. В связи с большой активностью шляпы на поприще подготовки новой поросли воров в законе, у него возникли конфликты с ныне покойным Ровшином Ленкаранским, Джаниев, отбывающим длительный срок в Восточной Сибири Бадрику Таиским, Кагуашвили и чеченцем Казбеком Шахбулатов. Такие крестники шляпы, как Ахмед Сутулы, Евлоев, Рома Ставропольский, Дмитриев, Солома Соломатин, недолго носили титул и вскоре были его лишены. Маха Дорчиев и Лёк Сагальский, Логуа, отбывают срок поранее неприемлемый для воров 228 статьи. Скандальное разбирательство со статусом Бабана Бабанов до сих пор не закончилось. Он числится персоной, находящейся под конфликтом. Шляпа стал участником скандальной коронации седьмыми новых членов воровской семьи, произошедшей в 2013 году в Турции и поставленной под сомнение многими, в том числе земляком Зурой Зугдитским, Дгебуадзю. Противостояние. Противостоящее дедовским мегрелам сторона последнее время от словесных убеждений неоднократно переходило к более эффективным физическим воздействиям. В 2009 году в Израиле шляпа был бит Кахой, Парпалия и Бадри Кутаиским. Еще хуже пришлось Роланду Гигичкори два года назад в Турции, когда Равшан, Ленкаранский и Тахи, углава, совершили дерзкий набег на отель, в котором проживал мегрел и долго пинали его ногами. Предчувствуя возможную повторную расправу шляпа, в том же году не явился на глобальную сходку в Армении, где приемник деда Хасана Шакро Молодой, Калашов, сделал попытку по примирению всех воровских кланов. Несколько лет тому назад, еще чувствуя свою силу, Роланду Гигичкори, не сомневаясь, принял участие в сходке на Пироговском водохранилище и вместе со всеми ее участниками провел несколько часов в задержанном полиции в обезьяннике. Друзья мегрелы ничем не могут помочь шляпе. У них самих куча проблем. Гела как-то заманил в западню Эдика Тбилисского и, пользуясь численным преимуществом, побил его. Этот поступок вызвал протест и негодование у многих собратьев, потребовавших призвать нарушившего неписанные правила к ответу. Слабым утешением, а возможно новой претензией к шляпе, стала его встреча на Кипре с мегрелами Гиейгальским, Елёрджи, Дуяки и Миробом Сухумским, Пипие. В теплой, почти семейной обстановке, собравшиеся провозгласили вором в законе сыны Роланда Гигичкори, юного Руслана. Видимо, пример Гиейгальского Зарандия, получившим титул исключительно из-за родственных связей с другим Зарандия по кличке Бесо стал заразительным. Шляпа младший до Кипра не имел судимости и не был за решеткой. Однако, это не смутило великовозрастных друзей, приглашенным Роландом на встречу. Званый ужин прошел без приглашенных на него славян Пичуги, Пичугина и Воскреса Христофорова, которые благоразумно предпочли не участвовать в сомнительной процедуре. Шляпович, как стали с усмешкой называть сына Роланда в определенных кругах, в 2016 году все же угодил за решетку. При задержании в сходне у него нашли метадон. Статья 228 продолжает упорно преследовать людей с фамилией Гигичкори. Экс-самарский вор в законе Роланда Гигичкори короновал своего сына. Воровская семья опять пополнилась числом. На этот раз достойнейшим из достойных был признан сын 57-летнего вора в законе Роланда Гигичкори. Роланд, Шляпа, Руслан. По информации Прайм Крейм, его зачисление в элиту состоялось на Кипре 1 сентября и более походило на праздник в узком семейном кругу. Кроме самого Роланда, вопрос его отпрыска решали старый друг семьи Мерап Мзарилуа, а также два следующих за ними по возрастному старшинству члена их общего мегрельского клана. Мерап Пипия, Мерап Сухумский и Георгий Елёрджия Гии Гальский. Таким образом, на сегодняшний день уже есть две фамилии, в которых отец и сын обладают воровским титулом – семья Асатрянов и семья Гигичкори. Правда, что касается Эдика Тбилисского, то в коронации сына он, будучи в заключении, участие не принимал, и, говорят, был не в восторге от самой идеи, поскольку видел будущее сына иным. Зато у Руслана не только отец, но и родной дядя, а по некоторым данным и дед, тоже были ворами, поэтому воровское должно быть у него в крови. Отметим, что уроженец села Цайш из Угдитского района Грузии Гигичкори, Роланд Ноевич 1957 года рождения, объявился в Самаре в середине 90-х годов и стал одним из самых влиятельных местных законников. В пору своего расцвета ОПГ Гигичкори контролировала часть наркотрафика, алкогольного и игорного бизнеса, специализировалась на похищениях людей и угонах автотранспорта. Кроме того, традиционным промыслом грузинской группировки были квартирные кражи. Когда в Самаре над головой Роланда сгустились тучи, он переехал в Москву, где проживал по поддельному паспорту. 17 июня 2008 года законник официально снялся с регистрационного учета в Самарской области и прописался в городе Кизляре Республики Дагестан. О возвращении в наш регион, как уверяли силовики, Гигичкори даже не думал. К слову, летом 2008 года он попал в Эвс в результате операции по задержанию участников сходки воров в законе, происходившей на борту теплохода в Пироговском водохранилище в Мытищинском районе Московской области. На вопрос оперативников, не хочет ли он вернуться в Самару, Роланд весьма экспрессивно ответил, что он лучше утопится в этом водохранилище. Продолжение следует...